Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я зачитаю письмо, зато там свои комментарии. Давайте приступим. Давно подписана на вас и с большим удовольствием смотрю видео о Турции и на психологическую тему. Моя история не про турецких мужчин. Год назад я познакомилась с мужчиной, общались как друзья, но потом поняли, что это больше, чем дружба. Так неожиданно для себя я стала любовницей мужчины, состоящего в отношениях и который старше меня на 20 лет. Давала себе обещание, что не буду на вторых ролях в чьей-то жизни, но любовь к нему взяла верх. Он ведет себя не как типичный любовник, который прячет от всех свою женщину. Он познакомился с моими родителями, не скрывал от своих друзей нашу связь. Должен был уйти от женщины, с которой он в гражданском браке. Но постоянно возникали какие-то обстоятельства, связанные с его ребенком. То есть у него, от нее получается ребенок, да есть? Когда он окончательно порвал с ней, и мы съехались, началась война, и он пропал. Два месяца от него не было никаких вестей. То есть, я здесь вот уже остановлюсь. Он вас, получается, оставил во время войны и пропал на два месяца. Что там с вами происходит, это как бы не важно, да? Весь спектр эмоций, которые я переживала в этот период, не описать словами. В конечном итоге он объявился через пару месяцев и предложил встретиться уже в Польше, куда мы бежали от войны. То есть, он выехал каким-то образом, и вы тоже выехали. Но он вас бросил, и вы выезжали самостоятельно, как я правильно понимаю. Встреча наша была дружеская, не такая, как раньше. Холодная, да? В связи с ситуацией в стране и его финансовыми проблемами, и у меня язык не поворачивался выяснить отношения. В ходе разговора выяснилось, что он выехал из страны с этой женщиной, и, как оказалось, у нее двое детей от первого брака, на которых он оформил опекунство, чтобы выехать. Говорил, мол, если бы не эта ситуация, он в его общении жил с этой женщиной. Но сейчас выбора нет и многоточия. Он использовал, он вас, я сразу, да, давайте, как я вижу со стороны, да, ситуацию, я ни в коем случае не, там, не ругаю, не критикую и так далее. Я, как я читаю, без эмоций, мимо строк. Он с вами начал жить, началась война, он вас бросил, пропал на два месяца, делай, что хочешь, выезжай, как хочешь, вообще, меня не существует, бросил в страшное тяжелое время. В этот момент он что делает? Подрывается, бежит обратно к бывшей, с которой недавно расстался, подписывает опекунство над ее детьми, чтобы быть многодетным отцом и выехать от страны, сбежать, точнее, прикрыть свой зад. И потом с вами встречается уже на нейтральной территории, мы не важно, как вы выезжали, на какие деньги, как вы это делали, где вы остановились, что с вами вообще происходит. И говорит, по сути, открытым текстом, я ее использую. Если бы ни война, ни выезжать, нафиг бы она мне не нужна. Я бы этим ни всем не занимался, ни сейчас, выбора у меня просто нет. Я после этого стала уважать еще больше, молодец, не бросил детей под бомбежками, потому что вас под бомбежками он, получается, бросил. После этой встречи мы с ним не виделись, а только общаемся в телефонном режиме. О планах на будущее он не говорит, так как мы не знаем, что будет завтра. Понимаем лишь, что хотим к себе на родину. Отношения как будто на паузе. Я прекрасно понимаю, что он живет с семьей с той женщиной, хоть он и говорит, что их ничего не связывает. Вот смотрите, их ничего не связывает. Допустим, он герой, вас бросил во время, когда война началась. Пофигу на ваше состояние, да? Пропал просто на два месяца. Допустим, он из своих, как назовем, героических побуждений записал на себя детей, чтобы их вывести. Хотя многие женщины сами выезжали без мужиков, если что. Мои даже знакомые в том числе есть. Он такой герой, многодетный отец детей чужих вывозил. Молодец, окей. Он сейчас находится в другой стране, и вы говорите планов о разговорах, о будущем у нас нет. Мы не знаем, что будет. Вы уже в нейтральной стране. Вот вы в Польше с ним находитесь. Как я поняла, может там в одном городе или, допустим, в соседних. Но вы уже можете начать с ним опять вместе жить. Вы же жили до войны, когда все началось. Если его цель была вывести детей, цель закончилась. Он миссию выполнил. Так, что он делает? Продолжает с ней жить. Наверное, потому что чувствует себя... Ему так хорошо. И чувствует себя должным, не знаю, обязанным. Неважно, какие там вообще слова используют. Ему это зачем-то нужно. Не знаю, как быть, так как люблю его очень, и ни с кем не вижу будущего, кроме как с ним. То ли мы заложники обстоятельств, то ли он просто морочит мне голову. Не знаю, что и думать. Ну, как говорится, я и сам обманываться рад. И сами готовы себе морочить голову. Потому что, видите, я когда читала текст, не дочитывая дальше, я сразу теорию, да, оба, он вас кинул, детей на себя оформил. Весь такой типа аля-герой. Вы его спасателем видите в этой ситуации. Я его вижу человеком, использовавшим ситуацию. Потому что, понимаете, как бы по-правильному, да, доказательство того, что он, назовем так, морочит вам голову. Доказательство такое, что вы с ним начали вместе жить. Вы, ну, типа, в отношениях, если что, ну, допустим, сожители. И он у вас просто пропадает. В тот момент, когда страшно. Когда ты можешь умереть. Когда ты не знаешь, что будет завтра. Он встает и уходит в неизвестном направлении, пропадает на два месяца. Это вообще что, нормально, что ли? Какое здесь вообще доверие может быть? Как с ним после этого жить, строить отношения? Я не говорю прям предательство. Он укинул вас. И он побежал быстрее. Не детей он побежал спасать. А зад свой прикрывать. Это вот он, вы даже там так написали. У меня, он говорит вам, у меня сейчас нет выбора. Выбор есть всегда. Просто хочется его делать или не хочется? Почувствовали, увидели кого-то, кого он вам напоминает, к сожалению. Вот эта история любовницы вторых ролей, это всегда про самооценку. Я позволяю себе быть на втором плане. Он к себе, типа, я расположил, как вы сказали, познакомился с родителями и не скрывал меня от друзей. То есть, надежда на то, что у него там действительно проблемы с этой женщиной были, он меня не скрывал. Окей. Блин, ну вот этот сам факт, что, понимаете, когда стало плохо война, он вас бросил и спасал. Свою задницу он спасал. Простите, как есть. Мне детей он спасал. Я вообще в геройство здесь никакого не вижу, честно. Потому что она могла одна их всех вывезти. Он мог до границы проводить. На границы высадить и отправить. Он уже оформил их, опекунство над ними, чтобы самому тоже выехать. Здесь ничего геройского нет. Обычное, потребительское. Я не говорю, что это плохо вообще. Главное, окей, остался жив, спастись. И тогда вообще без проблем. Тут претензий никаких нет. Ну, вы просто его преподносите как героя, вы влюблены. Я здесь ничего героического не вижу. Вы хотите его прям преподносить, возносить, что он классный, хороший, герой и так далее. Наделять теми качествами, которыми он не обладает. Вы в состоянии вот этой влюбленности, которая сносит крышу, назовем так. Сносит башню. И вам это... Вы его хотите видеть таким особенным. И вообще, зачем вы тогда это написали, если у вас вот эти чувства сейчас? То есть вы, в принципе, я уверена, сейчас не готовы слышать любое другое какое-то мнение, расходящееся с этим, или мнение, которое рушит его героизм, его определенный образ. Не думаю, что он морочит голову. Вы морочите ее себе сами. Вы сами много там что-то додумываете, видите так, как вам хочется видеть, чтобы он был героем романа, а не злодеем, назовем так в кавычках. И вы в состоянии вот этой эйфории. И если вам что-то хочется, спрашивайте, задавайте вопросы. Прямо не молчите, не вымалчивайте. Не могу, у меня язык не поворачивается. Язык не поворачивается, потому что вы очень сильно боитесь его потерять даже контакта с ним. И так как он опять с этой женщиной, неважно, под какими предлогами, как это можно называть, у вас опять страх его потерять. И вы готовы быть даже вот этой безмолвной, хотя по телефону общаться, лишь бы контакт с ним не был утерян. У него некое какое-то геройство есть, которое вас притягивает. На его месте мог быть любой другой мужчина, который подобные чувства у вас вызовет. Он может, кстати, быть свободным, без детей, без жены, другого младшего возраста на 20 лет, не старше. Вообще вот этот запрос, а я на втором месте в качестве любовницы на 20 лет старше, вся история же про папины отношения. Мне нужен папа, мне нужен кто-то, кто, скажем так, меня любит. И вот этот акт, для меня это сразу предательство было, когда он пропал на 2 месяца с началом войны, когда наоборот поддержка нужна, нельзя пропадать. Люди объединяются, а он убежал. И для вас это окей, потому что вот этот акт, он тоже, скорее всего, копирует какое-то взаимоотношение, некое предательство, которое у вас было с родителями вашими. Поэтому вы так на нем подсостряли, на этом мужчине. Вообще эта история бесперспективная. Знаете почему? Вот он стал во время войны, бросил, ушел, уезжал. Не спасением детей занимался? Вот честно, я на этом настаиваю. Люди, пишите в комментариях, что вы думаете. Мне кажется, здесь не спасение детей, это не геройство. Надо было... Эта женщина бы одна всех вывезла. Он воспользовался удачно. Моментом вас бросил, побежал себя спасать. Вот по жизни почему-то не выгорит история. Чувак такой ненадежный, прошаренный, я бы сказала, расчетливый и делает то, что ему выгодно и удобно, эгоистичный. Почему он не думал, что вы под бомбежками два месяца... Где ваша жизнь? Что вы вообще делаете? Пропал. Здрасте, приехали. Вышел на связь, когда задницу свою, я столько спрятал. Когда ему комфортно. Точнее, ну, безопасности в какой-то. Но тогда о вас подумал. Поэтому как за такого, допустим, все закончилось, выходите за него замуж, хотя за него, наверное, замуж никогда не выйдешь, потому что он с этой женщиной, просто она, короче, сожительством занимается. Несерьезное отношение. Я к тому, что не говорю, что штамп в паспорте дает какое-то счастье. Я не про это. Это дает некое чувство ответственности. Отсутствие штампа. Он просто говорит о том, что о неком страхе. Да, это просто как символ определенный. Это не несет панацею. Но говорит о том, что у человека есть какие-то страхи, сближения, отношения, привязки к другому человеку, даже юридической. Вы можете сказать, ну, он... Мне вообще интересно, как он детей на себя записал, если он с ней не женат. Может, они и расписаться успели? Как вы думаете? Поэтому он сейчас с ней живет. И от нее никуда не уходит. И вам просто об этом не говорит. И кормит вас, например, завтраками. И поэтому не говорит о вашем будущем, вообще не рассуждает. Потому что они там уже расписались по-быстрому. Он детей на себя усыновил, вот написал. Поэтому смог выехать. Официально женат. Пожалуйста, дети есть. Может, так это работает? Посмотрите, пожалуйста, правила, вот эти законы на эту тему. Можно ли усыновить на себя детей и с ними выехать в условиях войны, военного положения, если она тебе не жена, та женщина? Ну, в общем, у меня какие-то вопросики вообще есть. Посмотрите законодательство, пожалуйста, разберитесь. Ну, я сразу говорю, чувак ненадежный вообще. Тут гадалки не ходи вообще. Бросил, оставил, собой занялся. Ничего он не обещает. Займитесь тогда своим психологическим здоровьем. Посмотрите каких-нибудь блогеров в интернете, доступные темы, семинары, мужики, каким-то посещаете, каким-то марафонам блогеры, если там психологи, я имею в виду, проводят, на вот эту тему. Родитесь к детской, поковыряйте себе. Это вам просто в пользу всегда будет. Для себя не просто по нему тратить время и помирать. Займитесь собой, своим психологическим здоровьем. Насколько сейчас это важно. Нет уверенности, тревога за завтрашний день, вообще за всё. Переключитесь на себя, создайте себе маленькое, комфортное пространство внутри себя и получайте информацию какую-то для улучшения себя, для поднятия своей самооценки, чтобы мне не хотелось быть на вторых ролях, чтобы я не хотела там кого-то ждать, что-то выжидать, принимать, вот то, что условия, которые мне не хочется принимать. Вот, что я могу как прокомментировать ваше письмо. Я надеюсь, что как можно скорее закончится война, что все вернутся к себе домой. Конечно, жизнь уже ни у кого никогда не станет такой, как она была раньше, но я желаю, чтобы она у всех стала новой и лучше той, которая была раньше, чтобы она качественно и лучше изменилась в положительную сторону. Потому что, ну, нам по силам дается, преодолеем, значит, мы улучшимся. Спасибо всем за внимание. Пишите ваши комментарии под этим видео. Если вам нужна моя консультация психологическая, в инфобоксе есть моя почта, пишите тему письма-консультация, я вам отвечу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и делитесь моим видео в соцсетях. Спасибо, всем пока.